Есть энергия ума, есть энергия чувств, а есть энергия разума. Вот, допустим, взять энергию чувств. Вот, допустим, мне кто-то плохое слово сказал. Это тоже обида. Я, допустим, услышал это слово, мне неприятно вообще. Ну, сколько она длится, эта обида чувств? Ну, продлится пару часов, и потом я вспоминаю, и мне даже смешно, что я среагировал. Он тупой, как баран, он не может даже понять, как правильно разговаривать. А я вот среагировал. Обида чувств, она длится недолго. Есть обида ума. Что такое обида ума? Это когда со мной обошлись не так, как я бы хотел. Вот, допустим, меня Олег Геннадьевич, допустим, меня все уважают, и кто-то мне сказал, допустим, а что ты выпентриваешься перед всеми? Тут залез на этот стол, на сцену. Что думаешь, самый умный, что ли, здесь? Ну, допустим, мне так скажут. В общем-то, это правда. Ну, как бы, ну, что-то такие слова могут и место быть в отношениях со мной. Потому что иногда, ну, часто надо человеку напоминать, что он не самый умный. Ну, все равно осадочек останется, понимаете? Даже если ты осознаешь, что он прав в чем-то, осадочек остается. И это называется обида ума. Ну, сколько она продлится? Ну, продлится там несколько дней, и ты забудешь этого человека, который тебя вывел на чистую воду. Но есть и третий тип обиды, который не проходит за несколько дней. Это называется обида разума. Или концептуальная обида. Понимаете, концептуальная обида означает, что сейчас вот настало время, что я как раньше уже жить не смогу. Мне нужно что-то поменять в своем понимании вещей, иначе эта боль, которая живет в моем сердце, не пройдет. Вот, допустим, я когда вот женщина говорил, она искренне слушает мне, верит, и поэтому я могу с ней понаглеть. То есть я с ней разговаривал очень жестко там, потому что она мне доверяет. Но я ей что сказал? Я ей сказал, что, понимаете, проблема главная вашей обиды заключается в том, что вы искренне верите, что в том тех страданиях, которые вы испытали в детстве, виноват ваш отчим. Вот эта вера в это и является главной проблемой. Потому что если бы вы поняли, что эти проблемы, которые вы испытали, они произошли из-за вашей прошлой жизни, которая вам обозначил, и сказал, что там, я не могу подробности видеть, но вижу конкретно событие, которое послужило причиной вот этих трех лет ваших страданий и в вашем сердце из-за этого протест, и вот такое чувство протеста, и несогласие с тем, что это было сейчас в вашем сердце. И вот я это увидел, и вы это называете обидой. Эта обида не что иное, как незнание о том, за что человек получает наказание в жизни. Потому что если, допустим, считать, что виноват отчим, то никогда от этой обиды не избавишься. Даже в следующей жизни она останется с тобой. Почему? Потому что эта концептуальная обида, она означает незнание о том, как устроен этот мир. Вот эти детские травмы, то же самое. Вот, допустим, ребенок сильно на что-то обиделся, но там обижаться не на что. Ну, то есть он обиделся, потому что он не знает, как устроен этот мир. Ну, допустим, папа ушел из жизни, и он не согласен с этим. Он говорит, я хочу папу видеть, мама. Хочу папу. Папа уже здесь нет, и никогда не будет. Нет, он не согласен. У него детская травма в сердце закладывается. Почему? Потому что никто не может ему объяснить, что как устроена жизнь. Если бы ему объяснили, и он понял, то обиды бы никакой не было, потому что мы должны учиться принимать реальность. Или вот закрой за мной дверь, и я ухожу. Ну, если вы не хотите меня понимать, значит, я готов разрушить всю свою жизнь. Это чисто женский такой, не знаю, почему Цой поет. Это чисто женский, как бы, вариант, чаще всего. Вот женщина, чем опасна, мужчины, еще раз акцентирую ваше внимание, с женщиной не связывайтесь. Почему? Потому что у нее есть одна особенность. Ну, любой женщина. Она готова разрушить себя и свою жизнь ради того, чтобы доказать, что она права. Ну, то есть, ради своей вот этой вот как бы истины она готова закрыть за мной дверь, и я ухожу. Ну, то есть, просто обиделась, топнула ногой и пошла. Кому от этого больше всего страданий-то, от того, что ты уходишь? Ты бросила своего мужичка. Кому тяжелее семью создать, женщине или мужчине? Задумались. В десятки раз тяжелее женщине создать семью, чем мужчине. Понимаете? Вот мужчина, он смотрит, с любой может познакомиться. Ну, там, за редким исключением, девушка будет согласна, в основном. Если он мужчина. Если он не мужчина, ну, тогда делай себя мужчину, а потом знакомься. Последовательность тоже надо учиться соблюдать. Вот. Но женщине найти себе человека очень сложно. Так и закрой за мной дверь, я ухожу. Зачем тогда это надо? А это у женщины сплошь и рядом. Вот она, допустим, психанула, дальше она уже не совсем соображает, что она делает. Сначала ушла, потом поняла, что ушла. И так далее. Мужчин так, что не связывайтесь с женщиной. Вы им не докажете, логики в поступках нет вообще никакой. Есть только вот эта вот эмоция сплошная. Вот поэтому аккуратнее, с женщинами аккуратнее.